Шесть выводов из книги «Гений и аутсайдеры». Почему одним всё, а другим ничего? Но почему он, а не я? Глядя на знаменитостей и бизнесменов, мы часто ставим себя на их место, но не всегда задумываемся, что стоит за их успехом. Малкольм Гладуэлл в книге «Гений и аутсайдеры». Почему одним всё, а другим ничего приоткрыл нам завесу тайны? Уже не терпится узнать. Тогда слушай за пять минут шесть главных выводов из книги «Без воды» и узнай факторы, формирующие успех. Место и время успеха. Ты когда-нибудь видел африканских хоккеистов? Да, гораздо больше успешных игроков в Канаде, но успех в этом виде спорта зависит не только от места рождения. Так, сорок процентов лучших канадских игроков родились в январе, феврале или марте. Всё дело в том, что они тренировались с детьми младше их на год, выглядели лучше на их фоне, поэтому чаще получали приглашения в команды. Но не подходящее для твоего увлечения время и место рождения – не повод расстраиваться. Это лишь одни из факторов. Об остальных я расскажу тебе дальше. Трудные времена рождают сильных людей. Во времена Великой депрессии в США появилось много успешных предпринимателей. Кризис и потеря работы вынудили людей открыть небольшие частные мастерские и лавки и сделали их жизнь успешной. Трудности – это не повод опускать руки. Если ты с ними справишься, станешь сильнее и получишь иммунитет от трудных времен. Кстати, об этом я уже писал в самаре книги «Увлечение. Это бизнес. Советую почитать». Важная роль семьи в нашем успехе Воспитание и семейные традиции закладывают в нас фундамент успеха. Например, дети богатых, но сильно занятых родителей часто вырастают лентяями и транжирами. А семьи, которые вкладывают в ребенка время и правильные ценности, чаще пожинают плоды успеха своего чада. Именно поэтому богатая семья – не гарантия успешной жизни и ламборгини под окном. Так что, если не родился в рубахе из купюр, еще не все потеряно. Случайности не случайны. Многие знаменитости признаются, что стали успешными после того, как оказались в нужное время в нужном месте. Но удачные контракты или случайные знакомства – это не просто везение. То, что мы имеем в реальности, пришло к нам не случайно. Это следствие пережитых ранее мыслей, эмоций и действий. Это значит, что не стоит надеяться только на удачу. Лучше пробуй новое и не упускай подвернувшиеся возможности. Терпение и труд все в порошок сотрут. Если ты не родился в богатой семье, то все равно можешь добиться успеха. Хорошее происхождение и раннее развитие – это лишь фора в марафонском беге. Но благодаря упорству и трудолюбию можно обогнать даже самых везучих. В этом поможет правило шведского ученого Андерса Эриксона из книги «Гении и аутсайдеры». Чтобы добиться в чем-то успеха, нужно потратить на это 10 тысяч часов. Это правило было доказано им много раз. А сколько времени на свое главное увлечение потратил ты? Гарантии успеха не существуют. В книге есть интересная история о Крисе Лангане. IQ этого человека был гораздо выше, чем у Эйнштейна. Но он не стал ученым, а работал простым строителем и рыбаком. А все потому, что в самый разгар учебы у него сломалась машина. Даже если ты потратишь 10 тысяч часов на занятия любимым делом, успех будет зависеть не только от обстоятельств, но и от того, как ты с ними справишься. Никогда не опускай руки и иди к своим целям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok